We Travel USA 2014. Часть 3. Chicago Hill. April. 08, 2015-13-4. Начало тут. USA 2014. Часть 1 из 8. New York USA 2014. Часть 2 из 8. New York. Продолжение. Перелет ничем не запомнился. Особенно точка от лишних трат на трансфер нас спасли друзья, встретив в аэропорту, который тоже оказался довольно дальним. Благодаря им вся поездка в Чикаго прошла у нас в расслабленном, приятном и беззаботном состоянии. Мы ни секунды не пожалели, что совершили это немалый крюк в своем путешествии. Единственной достопримечательностью, которую мы уже успевали посмотреть в этот день оказался буддистский храм. Но он уже был закрыт и на территорию нас не пустили, поэтому ограничились фото снаружи. Рисунок 4. На следующий день знакомство с городом начиналось с обзорной экскурсии на катере по Chicago River, которую проводят Ассоциация Архитекторов. Экскурсия на английском и в основном делался упор на архитектурные особенности разных зданий. Чикаго, вообще, считается многими раем современной архитектуры. Я согласен с этими многими. «Вот на таком кораблике мы и плавали два часа». Здание, построенное Дональдом Трампом. В Чикаго его многие критикуют за надпись. Мол, нескромно как-то. Нам так не показалось. Тем более, что человек построил за свои деньги небоскреп и имеет на это полное право. Рисунок 7. Множество мостов, сохранивших свой исторический облик проплывало над нами точка-точка-точка-точка-точка или мы под ними. Кукурузки. Нижние полтора десятка этажей и это полуоткрытая парковка, если присмотреться. А еще ниже парковка для катеров и яхточек. Короче, на любой вкус. Рисунок 11. Легкая хаотичность в расположении и размерах окон. Тут еще больше хаотичности во всем. Рисунок 14. Рисунок 15. Рисунок 16. Рисунок 17. Рисунок 18. Рисунок 19. Рисунок 20. Рисунок 21. И водяное такси тут есть, как в Венеции. Рисунок 23. Рисунок 24. Рисунок 25. Рисунок 26. Рисунок 27. Рисунок 28. После окончания экскурсии на катере мы просто погуляли пешком по городу. Точка была суббота и центр города выглядел совсем немноголюдным. Пришли в Чикагский Миллениум парк называется эта гладкая штука облачные ворота. Ее автор, британский архитектор Аниш Капур, придумал слепить между собой куски стали, придать получившейся громадине округлый вид и тщательно ее отполировать. В народе скульптуру окрестили бобом или фасалиной, как больше нравится. Основное развлечение здесь, найти себя в отражении, получается не у всех и не сразу. Особенно в центре под ним. Рисунок 33. Рисунок 34. Харрис Театр. Пользующаяся популярностью и доверием зрителей художественная сцена Чикаго. Этот театр дом балета. Джоффри Балли. Оперы. Шикаго Опра Театр. А также танцевальных представлений. Хаббард Стрит Данс Групп. Здесь же проходят представления мирового класса, такие как. Нью-Йорк Сити Балли. Балет Михаила Барышникова. А также. Сан Франциско Балли. Краун Фонтен. Интерактивный фонтан и видеоскульптура в одном, созданная каталонским мастером. Джон Блензер. В июле 2004 год лица, которые вы видите на двух 15-метровых башнях, составленные из кубиков стекла, это изображение жителей города Чикаго. Вода в фонтанах обычно теплая, комфортной температуры, но каждые пять минут, когда лица начинают корчать рожицы, из их уст стреляют струи холодной воды. Рисунок 37. Рисунок 38. Три других металлических скульптурных портрета этого же автора, высотой в 18 фото, под названием «Лаура», «Поло» и «Инис». Очень необычно смотрятся эстакады с рельсами над дорогами в центре города. Точка картинки, знакомая по многим американским фильмам. Рисунок 41. Много красивых фасадов из чугуна. Рисунок 43. Рисунок 44. Переход во всех направлениях. Рисунок 46. Рисунок 47. Рисунок 48. Фотосечься жениха с друзьями. Следующим пунктом у нас была башня «Ты». Сиэс Тауэр. Составляет высотой 442 метра. Внизу была нехилая очередь, а выходящие люди пугали тем, что стоять придется около трех часов. Пока мы решали стоит или нет это удовольствие таких усилий, очередь довольно живо продвинулась и мы решили все таки остаться точка, где то через час мы дошли до лифта, который донес нас до 103 этажа. Точка, точка, точка. Просто в лифте был зеркальный потолок. Фотографировать на этом небоскребе было сложно, так как там нет открытой площадки, точка все через толстой и весьма залапанной и поцарапанное стекло. Отсюда и блики и нечеткость. Но мы попали как раз на закат, точка. Очень красивое зрелище. Рисунок 52. Рисунок 53. Рисунок 54. Рисунок 55. Рисунок 56. Рисунок 57. Рисунок 58. Рисунок 59. Имеются тут и выступающие балкончики с прозрачным дном. Стекло на полу уже тоже далеко не прозрачное из-за тысячи ежедневных ног. Но все равно впечатляет. Правда, что попасть на этот балкон тоже пришлось выстоять около получаса в очереди. Рисунок 61. Рисунок 62. Когда спустились, уже наступил вечер. Рисунок 64. Вечерний вид на инсталляцию в парке Миллениум. И на башню Трампа. Рисунок 67. В одном из северных пригородов Чикаго находится Бахайский храм. Бахаи Тэмпл. Центр бахайской религии в США. Один из самых красивых храмов бахаизма во всем мире с очень симпатичными садами вокруг. Вход свободный. Когда мы приехали, как раз закончилась служба. Снимать внутри нельзя. Интерьер там довольно аскетичный. Чикагский бахайский храм имеет 9 сторон, 9 входов и 9 садов. Цифра 9 означает абсолютное единство всех главных вероисповеданий мира. Рисунок 69. В орнаменте видны знаки основных религий. Нашлось тут место и звездам, и свастике. Недалеко от храма есть симпатичный парк на берегу озера Мичиган. Почему-то там почти не было людей, несмотря на хорошую теплую погоду и выходной день. Рисунок 72. Рисунок 73. В парке места для пикников точка всечинна и красива. Но, все-таки, столики пристегнуты на всякий случай. Видимо, были причины на это. Я так понимаю, что это многоквартирный скворечник. Рисунок 77. Рисунок 78. Рисунок 79. Рисунок 80. Рисунок 81. Рисунок 82. Ну и без бандеры тут тоже не обошлось. Ночью нам предстоял следующий этап путешествия. Перелет во Флориду точка. Тут с нами чуть не случился прокол. Как водится, засиделись у друзей. Приехали к стойке регистрации вроде и вовремя, но была очередь. По пути к стойке выяснилось, что у нас небольшой перевес. Точка перепаковывать уже не было времени. Плюс еще была оплата за ручную кладь на этом рейсе. Я при бронировании сразу заплатил за багаж, а про ручную кладь прохлопал. Точка потом спохватился. Но никак не получилось оплатить ее через их сайт. Точка пришлось платить большую сумму на месте. В итоге, вместе с перевесом все затянуло на доллар семьдесят пять. Кроме этого на стойке нам дали красную бумажку под роспись. Точка я сначала не обратил на нее внимания, а когда позже прочел, то мягко говоря, огорчился. Точка там было сказано, что из-за поздней регистрации наш багаж может не успеть быть погруженным на наш рейс и, в этом случае, будет доставлен следующим. Это сильно портило наши планы, так мы понятия не имели, где будем ночевать. Да и в Майами мы планировали только ночевать, а затем двигаться на север. Короче, в полете мы активно визуализировали свой чемодан на ленте транспортера. Продолжение будет. США, Чикаго. Leave a comment. Read comments. 7